Привет! У меня сегодня небольшой сплав по реке Свияга. Сейчас я вот сюда вниз по течению поплыву. И заодно решил сделать небольшой обзор каяка Time Trial Shukar 340. Собственно, вот каяк в упаковке. Чем меня он привлекает? Он очень легкий, и с ним можно спокойно заброситься, не думая о том, что тебе придется его на себе тащить, например, несколько километров. Вес упаковки у меня составляет примерно 10,5 килограмм. Это включая саму лодку, весло, спас-жилет. В общем, все принадлежности, которые необходимы для того, чтобы встать на воду и поплыть. Собственно, вот, что у нас есть в упаковке. То есть, здесь все компактно помещается, свернутая лодка, все необходимые принадлежности. То есть, по завершению как бы сплава я просто сюда упаковываю. А когда мне надо снова выйти на воду, я просто беру этот рюкзак, и у меня все там готово. Никаких дополнительных вещей меня с собой брать не надо. По порядку, что у нас есть, здесь есть спинка, сложное весло, состоящее из четырех частей. У меня надувной спас-жилет для компактности. Обычный насос из декатлона. В принципе, очень удобно, довольно быстро надувает. Я пользуюсь перчатками для гребли. Вот. Ну и, собственно, сама лодка. Гермоупаковка такая вот легкая. Разные дополнительные мелочи. Собирается она, в принципе, очень быстро. Достаточно вот просто вставить сиденье в электрос и можно уже надувать. Я обычно использую манометр, который я с Алиэкспресса заказал, чтобы точно надувать. Но, в принципе, здесь на ощупь надуть тоже труда не составляет. Ну вот и все, лодка надута. Надуть ее занимает вот таким как у насосом примерно четыре минуты обе камеры. Соответственно, сейчас поставим на нее спинку, упор для ног и можно спускать на воду. Ну вот, в принципе, все готово. Спинка поставлена. Спинка стандартная, тайм-триаловская. Упор для ног самодельный, потому что тайм-триал щукарь поставляет без упора для ног. Соответственно, просто сделал очень простой кусок стропы и водопроводная пластиковая труба. В принципе, меня это вполне устраивает, поскольку я использую эту лодку как, в принципе, рекреационный снаряд. Я не занимаюсь там многодневным туризмом, то есть мои сплавы в основном это однодневные. Я забрасываюсь куда-то и просто день плыву, потом выбрасываюсь. Ну, в принципе, пока меня устраивает вот такая ее конфигурация. Ну вот, в принципе, все готово к спуску на воду. Пару слов вообще о каяке. То есть меня он, прежде всего, привлекает своим таким легким весом. То есть у меня вес в упаковке 10,5 килограмм. И это все-таки не по крафту, а это полноценный каяк, на котором можно пойти, в принципе, в недлительный поход. Скорость его составляет примерно 6 километров в час, если идти по течению. То есть можно за день довольно далеко уйти. И он не верткий, в принципе, если приноровиться, он очень легко держит курс. И, в принципе, на нем как бы можно легко преодолевать вполне солидные расстроения. Если бы я ходил в многоделные походы, я бы, конечно, купил себе более длинную версию, куда можно больше груза разместить с надувным дном. Но вот, в принципе, для мобильности, для таких вот небольших вылазок на речке, на природу, это вот для меня самое то. Всем всего хорошего, удачных приключений на воде. Пока!